Главным событием на этом совещании было объявление кровной мести Сулейману Керимову, Бекхану Барахоеву и Резвану Курбану. Потом, когда Рамзан Кадыров уже все-таки прошел этот ринг, обнялся с Виттервиевым, и когда он с ним сфотографировался, он опять засветил на своем рукаве вот этот странный флаг. Эта же кофта, или может быть такая же кофта, вот с таким же флагом на правой руке, на нем была в момент объявления им кровной мести. Что я обратил внимание тогда, опубликовал, спросил, что это за флаг, почему, что происходит, не было такого флага. Как думаешь, Керимов сможет дать хороший отпор Кадырову? По словам некоторых, в таких ситуациях он более опасен. На днях Кадыров, когда проводил совещание со своими силовиками, впервые прокомментировал перестрелку Уайлдберрис. И сделал это очень эмоционально, очень много было жестких высказываний от него. Мы все это, все, что он там сказал, все это видео здесь просматривать не будем, там даже то, что я вырезал, это более четырех минут. Пожалуй, главным событием на этом совещании, главным высказыванием Кадырова было объявление кровной мести Сулейману Керимову, Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. Первый является в Совете Федерации сенатором от Дагестана, другие двое являются депутатами Государственной Думы, один от Ингушетии, второй от Дагестана. И вот Кадыров прямым текстом объявил им кровную месть. Давайте посмотрим само это объявление, тут буквально короткое видео. Кадыров здесь прямым текстом объявляет кровную месть. И он обвиняет Сулеймана Керимова и других двоих, что они якобы планировали его убить, заказывали его убийство. Точнее, если быть точным в переводе, а здесь очень важно все-таки быть точным в этом переводе, потому что далее вы поймете почему. То Кадыров называет имя Сулеймана, он говорит, что только будто бы он уверен в том, что именно он вел переговоры с какими-то киллерами или киллером, чтобы заказать Кадырова. А остальных, других двоих он как бы приписывает, он говорит, Сулейман Керимов и они. У меня, говорит, есть свидетельство, что он меня заказывал и они. То есть он их как бы приписывает тоже к этой истории. И далее из-за того, что он пытался заказать его убийство, он как бы ему объявляет, ему и другим двоим объявляет кровную месть. Причем сначала сказав, что типа, то есть это такая история, которую якобы Кадыров знал до этого. И почему мы делаем такой вывод? Кадыров говорит, они мне, он и они пытались меня заказать, но я же сижу молчу. И вот это вот сижу молчу, оно подразумевает, что это длительный период времени. Он как будто бы на это не реагировал, как будто бы молчал, сидел. Но теперь, раз вот история с Вайлдберрис, есть перестрелка, есть там убитые жертвы, арестованные люди, то вот теперь, значит, давайте, он говорит, окей, вот он меня пытался заказать, поэтому он и они, подразумеваете двоих, я объявляю. И далее он объявляет кровную месть, называя их уже поименно. И вот здесь, что вообще в этой истории, наверное, не как обычно. Не как обычно то, что, то есть для нас какие-то высказывания подобные Кадырова, объявления кровной мести в целом и от него, и от его приближенных, это не что-то новое. Но, пожалуй, впервые я столкнулся с ситуацией, когда и государственные российские СМИ, какие-то спикеры, политики, традиционно смягчающие слова Кадырова, если он объявляет кровную месть, то они пытаются сказать, что он типа, ну это была угроза, это были такие обороты речи. То есть от них мы это привыкли слышать от Пескова, от различных федеральных каналов. Но вот в этой конкретной ситуации почему-то и оппозиционные российские СМИ тоже стали смягчать эти слова, говоря, что Кадыров не объявил кровную месть, а это была такая угроза объявления. Так вот, здесь Кадыров говорит, он называет Сулеймана Керимова, Бекхана Барахоева, Резвана Курбанова, и говорит, я объявляю кровную месть. И далее, когда он называет Бекхана Барахоева, он говорит, если он не докажет свою непричастность. То есть в этой истории он как бы ему дает шанс оправдаться. И из-за этого почему-то некоторые СМИ это перевели, как будто бы он не объявил эту кровную месть, а мол, он им сказал, давайте оправдайтесь, и мы тогда типа, если вы не оправдаетесь, я вам объявлю. Но на самом деле нет, он именно объявил всем троим, и вот шанс оправдаться он дает только одному Барахоеву. И это очень важный момент, потому что он на членском языке говорит, Чирью, Бекхан Барахоев, называет этого Барахоева, точнее он там только фамилию называет, Барахоев Цью, он говорит, Цуо, доказаться да, Цуо, не царь, доказаться да. Потому что одни СМИ сказали, что он, это была угроза объявления кровной мести, а другие СМИ сказали, что он объявил кровную месть всем троим, если они не докажут. Но нет там они, там есть он, он только Барахоеву эту опцию дает. Он говорит Цуо, доказаться да, Цуо на чеченском языке он. Они это царь, он не говорит царь, он говорит Цуо, Бекхан Барахоев, если он не докажет, то есть кровная месть, она уже объявлена по факту. Там нет такого, что вы сейчас давайте доказываете, если вы не докажете, я вам объявлю, такого нет. Наоборот, он ее объявил уже и говорит, а теперь вот Бекхан единственное, вот ты, если ты докажешь, что ты не причастен к этому заказу, то тебя я оттуда выведу. Но так, если ты не доказываешь, у всем троим уже все объявлено. Я не знаю, почему некоторые журналисты СМИ попытались вместе с государственными российскими пропагандистами это как-то смягчить. В общем, кровная месть объявлена, и первым на эту кровную месть отреагировал тот самый депутат от Дагестана в Государственной Думе Резван Курбанов. Резван Курбанов записал видео, в котором сообщил, что он находится где-то на лечении за границей. Ну, и мы его можем, в принципе, послушать. Это придется две с лишним минуты слушать. Давайте лучше я, наверное, вкратце расскажу, что он сказал. Он полностью отверг свою причастность к попытке подготовки и покушения на Рамзана Кадырова. Он с ног до головы вылезал сначала Ахмата Кадырова, сказал, что он его очень уважал, чуть ли там друг его был, был с ним знаком. Затем с ног до головы вылезал Рамзана Кадырова, назвал его героем России, выдающимся политиком. Ну, и затем в концовке обратился к молодежи, сказав, что нужно объединяться вокруг Владимира Путина, чтобы победить фашизм. Ни в коем случае нельзя, мол, разобщение недопустимо. Вот так вот вкратце он отреагировал. И, в принципе, я думаю, это звучит достаточно убедительно. Как минимум, он показал Кадырову свое нежелание с ним враждовать. И если кто-то не понимает капказский менталитет, обычаи и традиции, то в случае необоснованного, допустим, объявления кровной мести, сторона, к которой эту кровную месть объявили, она так не реагирует. Если кто-то тебе необоснованно кровную месть объявляет, то люди, которым ее объявили необоснованно, они, конечно, они, безусловно, отвечают, говорят, что они к этому непричастны. Но не в такой форме. То есть это форма, когда ты полностью сдался, ты как бы признал доминирование, ты признал свою слабость, свое полное нежелание враждовать, конфликтовать с этим человеком, над людьми, и ты, в общем, став как бы на колени, на присев в позе покоренного человека, ты вот высказываешь там полный респект, я вас уважаю, я вас люблю, ни в коем случае. То есть вот то, что сделал Резван Курбанов. Если вы спросите, а как вообще в такой ситуации, какая реакция была бы нормальной? Нормальной реакцией, нормальной реакцией в случае, если ты реально непричастен, ты хочешь об этом заявить, но сделать это не в форме, и, пожалуйста, оставь меня, пощади, не трогай, не враждуй, а в другой, корректной форме, то Резван Курбанов должен был сказать, Рамзан Кадыров с какими-то абсурдными обвинениями выступил, если ты говоришь, что я пытался тебя заказать, и я к этому причастен, то ты, дорогой, для начала докажи, что я реально в этом как-то участвовал, а потом объявляй свою кровную месть. Если я действительно тебя пытался заказать или убить, то я приму эту кровную месть. А так, то, что ты сделал, это не соответствует обычаям и традициям. Но если ты просто решил до меня докопаться, просто по беспределу эту кровную месть объявить, то полный вперед, попробуй, посмотри, что у тебя получится. Вот так вот ответили бы в нормальной, стандартной ситуации. Поэтому я думаю, ну здесь вряд ли Кадыров дальше с этим человеком будет какие-то, ну я так думаю, мне кажется, что это очень убедительное такое покорство со стороны Резвана Курбанова. Я думаю, этого будет достаточно Кадырову, чтобы его из этой истории вывести. От самого Сулеймана Керимова и от Бекана Барахоева на данный момент не было никакой официальной реакции, но за Сулеймана Керимова прягся глава Дагестана Сергей Меликов. Сергей Меликов выступает там где-то на каком-то мероприятии. Заявил следующее, давайте его послушаем. И народ всегда будет благодарен подобным людям, а именно Сулейману Керимову. И всегда поддержит Сулеймана тогда, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро ему подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. Потому что в единстве нашей силы. А попытки внести раскол только на руку сегодня нашему рогаму. В единстве наша сила, он, видимо, подразумевает единство Сергея Меликова, Сулеймана Керимова. Ну и он подразумевает, по всей видимости, Дагестан, дагестанский народ. Призывая, точнее даже не призывая, он как бы отвечает за весь дагестанский народ, что он якобы поддержит Сулеймана Керимова. По сути, самый главный посыл этого заявления был, что Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. Видимо, трудная минута, она как раз сейчас, видимо, сейчас это нужно. Также за Сулеймана Керимова вступился, высказал поддержку мэр города Дербент. В общем, хоть сам Сулейман так не прокомментировал и вообще никак на это не отреагировал, тем не менее, за Сулеймана это сделали достаточно заметные лица, спикеры. А вот что не скажешь про Абекхана Барахоева, там полный штиль. Вообще ни глава Ингушетии, никакие официальные лица Ингушетии, то есть люди, представляющие власть, никто ничего не сказал. Я не беру расчет каких-то обычных людей, которые, может быть, где-то голосовое сообщение в какие-то группы скидывали, это не считается. Но чтобы глава Ингушетии, или спикер парламента, или какой-то видный политик-деятель, какой-то другой депутат, может быть, сенатор, никто вообще за него не высказался. И сам Абекхан Барахоев тоже никак на это пока что не отреагировал. Не знаю, может быть, реакция еще будет. Ну и от самого Кадырова больше не было никаких комментариев по этой теме. Объявил кровную месть и все. Даже на оправдание Резвана Курбанова официально Кадыров пока не отреагировал. В общем, на этом эта история пока вот так вот стоит. Ничего больше, наверное, мы по этой теме сказать не можем. Будем наблюдать за ситуацией и комментировать ее по поводу поступления каких-то новых, но какой-то новой информации. Теперь, что касается поездки Рамзана Кадырова в Саудовскую Аравию. Это еще одна интересная тема. Дело в том, что у Артура Бетербиева и Дмитрия, по-моему, его зовут Дмитрий Бивол, у них был бой вчера в столице Саудовской Аравии, в городе Риад. Артур Бетербиев одержал победу в этом поединке, стал абсолютным чемпионом мира по всем всевозможным версиям бокса. И, значит, на этом бою присутствовал Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, сын Рамзана Кадырова Адам. И, в общем, такая свита кадыровская. Они все приехали поддержать, естественно, Бетербиева. И когда Бетербиев победил, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, они начали пробиваться на эту сцену с боями. Адам Делимханов даже как-то не сильно, но нанес в лицо такой легкий удар одному охраннику, что-то второму там нагрубил. В общем, такая была потасовка, это отдельный кринж, за этим наблюдать. Потом, когда Рамзан Кадыров уже все-таки прошел этот ринг, обнялся с Бетербиевым, и когда он с ним фотографировался, он опять засветил на своем рукаве вот этот странный флаг. Эта же кофта или, может быть, такая же кофта, вот с таким же флагом на правой руке, на нем была в момент объявления им кровной мести. Что я обратил внимание тогда, опубликовал, спросил, что это за флаг, почему, что происходит, не было такого флага. У официального кадыровского флага, ну, он не такой. Там цвета, в принципе, такие же, но они не в такой пропорции. И там еще сбоку какая-то непонятная, не знаю, называется. В общем, ну, это не флаг кадыровский. И вот он, я его впервые вижу во время объявления кровной мести с этим флагом. Я, естественно, сразу даюсь вопросом, что это за флаг. И вчера он появляется уже в Саудовской Аравии опять с этим флагом на правой руке. И я не могу понять, к чему нас готовят. Обычно бывает такая прелюдия у Кадыровых. Когда Кадыров решил из президента превратиться в главу, там тоже была такая прелюдия. Сначала нас готовили, Кадыров что-то выступал, говорил, что президент один должен быть у нас в стране, а больше президента быть не должно. И потом, на тебе, Кадыровский парламент выступает с инициативой, что надо переименовать президента в регионах в главу. И это принимается, Кадыров превращается в главу. Потом Кадыров захотел из Падишаха стать Мехда, глава региона, короче, ладно, по смыслу подходит. И опять была такая прелюдия, были разговоры, что вот Мехда, Мехда. И потом опять происходит вот этот вброс, и теперь его уже называют Мехда. Вот я думаю, что это тоже, видимо, какая-то такая подготовка почвы. Неужели Кадыров решил сменить свой флаг, сделать некий ребрендинг? Неужели нас теперь ждет трехцветный вот этот приколор с такими пропорциями? Может быть, скоро парламент кадыровский, некий законопроект выдвинет, и мы с вами проснемся, узнав, что Кадыров поменял эту символику. Как думаешь, Керимов сможет дать хороший отбор Кадырову? По словам некоторых, в таких ситуациях он более опасен. Смотрите, Керимов сам по себе не, вот если, скажем, Кремль просто отстранится и скажет, давайте, да победит сильнейший, допустим, представим такую ситуацию. Путин садится, в Колизее садились правители, а значит на арену выходили гладиаторы. Вот кто победил, того поощряет этот правитель. Вот если мы представим такую ситуацию, что Путин говорит, да пусть они бодаются, кто победит, тот тому и достанется в адрес. В этой ситуации у Керимова вообще нет там никаких шансов, потому что реально у Кадырова есть своя вооруженная армия, он за эти годы набрал там невероятную мускулатуру, чтобы в такой ситуации любого в России переехать. До устранения Пригожина, Пригожин был для него реальным таким соперником, кто в такой ситуации, вот если бы Путин, например, сказал бы, Пригожин с Кадыровым бодайтесь, кто победит, тому я что-то там дам. В этой ситуации у Пригожина реально была очень мощная армия. Но после того, как Пригожина уничтожили, часть расформировали его, этих бойцов, часть вообще стали кадыровскими. После этого реальной силы против Кадырова в такой конфигурации в России нет. Я не беру во внимание власть, вот имейте в виду, я говорю, если власть отстранилась, то есть Путин отстранился, в этой ситуации нет. Так, конечно, для власти Кадырова вообще не проблема. Если представить противостояние Кадырова со всеми его полками, батальонами, кто за него пойдет, противостояние с властью, типа ФСБ, МВД, Росгвардия, то вообще буквально за несколько дней разнесут к чертям собачьим Кадырову. Но если власть не вмешивается и говорит, давайте чисто криминально друг с другом разбирайтесь, то у Керимова, у него, конечно, нет таких сил, у него нет ни армии, ни возможностей. Поэтому Керимов будет сражаться с Кадыровым, и он будет для него сложным соперником в плане аппаратной борьбы. Конечно, Керимов является очень серьезным политическим тяжеловесом, он олигарх, он миллиардер, и он дружит с очень влиятельными политическими силами в России. Он сосед войно, войно это человек, имеющий непосредственно доступ к Путину, к телу. Представляете, он через одного человека может выйти на Путина, но Кадыров может напрямую выходить на Путина. Здесь нельзя назвать это преимуществом Керимова. Поэтому Керимов именно в этой аппаратной борьбе, когда он будет заручаться поддержкой власти, и где-то, может быть, добьется иммунитета от власти, вот в этом плане он для него сложноватый. Но представить себе какое-то открытое противостояние вооруженными группами, здесь, конечно, нет никакого шанса у Керимова. В принципе, Вайлдберрис и показал, что нет таких шансов. Ведь именно боевое противостояние, там Кадыров выиграл его просто триумфально. Два трупа положил, несколько человек ранил, и всё это произошло в трёхстах метрах от Кремля. Перестрелку устроил в трёхстах метрах от Кремля, и после этого не понёс никакого наказания. Бакальчук на свободе, сам Кадыров вообще ничего с ним не произошло. С Дилимхановым ничего. Понимаете, это показатель того, что просто так в каком-то открытом противостоянии у него сегодня соперников там, конечно, нет. За исключением власти, я подчёркиваю. Так, Макалов-Кадыровец, как относишься к нему? Почему он Кадыровец? Не, ребята, я не сторонник того, чтобы мы просто так людей клеймили Кадыровцами. Для того, чтобы человека назвать Кадыровцем, для этого нужен очень серьёзный довод, потому что Кадыровец – это очень серьёзное обвинение. Кадыровец – это значит человек, разделяющий посадку парня на бутылку, снятие штанов за оскорбление Путина или Кадырова, пытки людей, пытки женщин, похищение, удерживание женщин. То есть вот вся эта мерзость, которую практикуют Кадыров и его приближённые, вот Кадыровцы – это люди, которые это всё оправдывают, дозволяют, придумывают этому всевозможные оправдания, кто с религиозной точки зрения, кто с какой угодно. То есть вот Кадыровец – это настолько серьёзное обвинение в отношении человека. И вот если сам человек себя не приписывает Кадыровцам, либо нет какой-то железобетонной базы, опираясь на которую можно сказать, что он Кадыровец, то в этом случае просто так клеймить человека нельзя. Если он не нравится, например, что-то он делает плохо, нужно конкретно говорить об этом, не приписывая его обязательно Кадыровцам. У нас есть здесь определённые ребята, кто очень сильно грешит этой темой, если им кто-то не нравится, они из него сразу делают агента Кремля, агента кого угодно. Просто из-за того, что он им не нравится. Просто из-за того, что он не разделяет, допустим, их политические взгляды, их точку зрения. И вот это очень опасная на самом деле вещь. Просто так людей клеймить Кадыровцами нельзя. Субтитры подогнал «Симон»